Посланник посольства Российской Федерации Республики Армения, господин Максим Владимирович Силийев. Мы очень просили и могли выступить с приветствием участников нашего заседания. Пожалуйста, вам слово. Спасибо, Арман Ильянович. Дорогие члены экспертного клуба, уважаемый Александр Владимирович, от Борьевич, все участники сегодняшней конференции. Сегодняшнее заседание – это уже традиционное. Нельзя сотрудникам посольства представить предновогодний Ереван без вашей конференции. Также традиционно являются актуальные темы, которые сегодня планируются обсуждением. Как сейчас уже очевидно всем, создание Евразийского экономического союза было действительно историческим событием для стран, которые пошли по пути евразийской интеграции. У нашего общего интеграционного объединения есть все возможности стать одним из важных и уважаемых центров силы, формирующихся в многополярном мире. Многое уже сделано. В прошлом году, который порядка причин стал сложным и в экономическом плане, Евразийск продолжил эффективно работать и последовательно развиваться. Своевременно принятые эффективные шаги позволили нашим странам в значительной мере нивелировать последствия как нестабильности на мировых рынках, а так и множество политических мотивированных ограничений. Ведется работа для развития наших стран, кооперации производств, улучшение жизни наших народов. Уровень безработицы в Старом Союзе за 9 месяцев 2022 года сократился на 18%, и сейчас составляет чуть более 1% от общей численности рабочей силы. Рост производства продукции сельского хозяйства составил 5,4%. Объем выполненных строительных работ 4,7%. Совокупный прирост инвестиций в основной капитал 6,6%. Принят целый ряд решений для снижения таможенных и административных барьеров между странами и участниками Союза. Обеспечена бесперебойная торговля всеми жизненно необходимыми товарами, включая продовольствие и энергоносители. Набирает обороты перевод взаиморасчетов на национальные валюты, создается общая платежная инфраструктура, работаем над интеграцией национальных систем передачи финансовой информации. Наше государство тесно взаимодействует по вопросам транспорта и логистики, промышленной кооперации и многим другим вопросам. И это все в основном конкретные проекты, эффект которых непосредственно скажется на благосостояние наших стран, обогатие бюджета наших государств. Особенный интерес сегодняшнего обсуждения представляет еще и потому, что, как вы знаете, в 2023 году председательство переходит в Евразийском экономическом союзе, в Российской Федерации. Наши специалисты разработали ряд приоритетов, стратегических ориентировок развития союза, в частности, выкрепления технологического суверенитета Евразеса. Будет интересно узнать, как эти вопросы видятся из-за них. Желаю всем нам интересных и познавательных дискуссий и, пользуясь случаем, хотел бы поздравить всех присутствующих в этом зале с наступающим Новым годом. Всего вам доброго. Спасибо за внимание. Спасибо вам.